В Рязани планируют отказаться от старых автобусов. Заменить устаревший парк машин планируют на современные автобусы марки МАЗ-107. Один из таких Рязани в качестве гуманитарной помощи отдала Москва. 2009 года выпуска новый для Рязани автобус можно увидеть пока только на одном маршруте. Но узнать новинку для областного центра просто. Автобус на 3 метра длиннее своих коллег. Полностью низкопольный, имеет пандус и специальные места для инвалидов. Оснащен цифровым табло и, что особенно важно, регулятором температурного режима. Помимо системы отопления штатного, просто народный печик, здесь у нас находится конвектор, который работает вне зависимости от включения печек. То есть от подачи охлаждающей жидкости она нагревается и автоматически по салону протекает, как батарейка отопления в квартире. Планируется, что автобусы этой марки отправят на пенсию венгерские икарусы, возившие горожан еще в прошлом веке. Сейчас по городу курсирует 16 машин, которые закупили еще в 92-м году. Кстати, Рязань – один из немногих городов России, где на дорогах еще можно увидеть этот пережиток прошлого. К началу марта мы полностью откажемся от икарус. И заменим их на данную тип модели, на МАЗ-107. А можно ли утверждать, что данная модель более экологична? Наверняка ведь да. Да, конечно. Потому что данная модель, у нее класс экологичности евро-3, по сравнению с икарусом, у которого в свое время было и сейчас евро-0. С точки зрения истории интересен автобус ЛАЗ-291. Таких было выпущено на Львовском автобусном заводе в 2002 году. Всего 20 для демонстрации новой техники. Один из них попал в Рязань. В Рязань он приехал в октябре 2005 года. Пробег его сейчас общий – полмиллиона километров. И все эти полмиллиона километров он проехал по улицам города Рязани. Ну, различных маршрутах. Конечно же, улицы города, наконец, станут более чистыми и современными, без длинных оранжевых со скрипящей резиновой гармошкой, которая еще когда-то казалась чудом дизайнерской мысли. Но вместе с тем, со служившими свой срок икарусами. И будто уходит целая эпоха. Алена Куколева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».